Здесь настоящая сказка. На территории музея бабушкина хата – виноградники, озеро с золотыми рыбками, мельница, дом полный антиквариата и погружение в деревенскую атмосферу. В 1945 году бабушке Романа Весловского совхоз выделил 36 соток земли. Тогда на этом месте появилась хата. Здесь со своими братьями родился и вырос сам основатель музея. Когда он стал собственником родового гнезда, решил вернуть его прежний вид – с мира по нитке. Так восстанавливали всем городом интерьер 20 века. Старинную посуду, музыкальные инструменты и редкую мебель основатель собирал по аукционам, торговым площадкам и местным форумам. Искал предметы быта в точности, как у его бабушки. Сохранилась и часть личных вещей семьи Романа. Например, этот рубель бабушки 1920-х годов. «Самый древний предмет в нашем музее – это вот этот рубель. Рубель – это прародитель всех утюгов. То есть, это деревянный предмет, которым разглаживали бельё». Многие приносят и присылают из своих закромов экспонаты даром. Есть вещи из Воронежа, Кирова, Вяткова и других уголков России. Вот эту медную яндову на днях подарил Андрей Мартьянов из города Ляльск Кировской области. Роман полагает, что этой посуде уже около двух-трёх веков. «У меня стояла, ну вот здесь на печке у бабушки стояла вот такая вот посудина. Из неё пили алкоголь. То есть, на Руси пили мёд, пиво, вот что-то такое. Бабушка у меня такая, как родом из Подомска, она пришла вот именно с такой посудиной. И когда меня привезли, я прям думал, блин, неужели моей бабушке?» Недавно передали в коллекцию этот аромат «Красная Москва». В стране он считался конкурентом «Шанель номер пять». Его хотела иметь каждая гражданка СССР. Запах духов всё ещё слышен, как и их дух советской эпохи. «Здесь плачет каждый третий», – признаётся Роман. Предметы быта оживляют воспоминания гостей о своей семье, родственниках и детстве. Здесь можно фактически услышать, как звучало то время. Этому патефону уже более 80 лет, и он всё ещё даёт особое звучание. Погрузиться в атмосферу российской глубинки можно не только внутри дома. На территории есть небольшой пруд, колодец в форме мельницы с родниковой водой и виноградники. Двери бабушкиной хаты открыты для всех, и каждый желающий может передать вещи прошедшей эпохи для этой уникальной машины времени. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей.